Как мотивировать мужчину, который работать не хочет? Как вообще его можно заставить работать? Простой женский вопрос, я думаю, нередко встречающийся. Это уже не мужчина, если он работать не хочет. Это ребенок, еще не выросший человек, не сформировавшийся человек. Сейчас это явление, как это называется, отсталости развития наблюдается по всему миру в разных областях. Умственная отсталость, потом незрелость разума, долго человек созревает, скажем, к 50 годам только начинает что-то понимать, практичное, зрело рассуждать. А вообще изначально, если сильные традиции существуют, хорошее образование, подготовка, то 25 лет человек считается уже зрелым, в материальном и духовном смысле, он понимает, что нужно делать. 25 лет. Как мы сейчас отстаем, невероятно. Я вижу много мужчин в 40 лет неопределившихся током жизни. В поиске. И не просто в поиске, а инфантильные они даже не ищут, а просто плывут куда-то, просто несет куда-то, они не знают, что будет. У них нет сил. Ни плыть по течению даже нет сил куда-то управлять, ни тем более против течения плыть. У них нет никаких сил. Вот это явление мы сейчас наблюдаем, потерю воли, разума, как бы силы, воли мужской. Потому что влияние женской энергии ослабляет разум. Современная культура, она же сексуальная, сексуальная культура. А это для мужчины и для его разума вредно. Вот поэтому он ослабеет. То есть фактически как мотивировать на то, чтобы работать? Женщина как-то может повлиять на это? Ну, по идее, она как раз и должна влиять на это. Именно ради этого мужчины работает, что есть семья, есть жена, которая дорогая, и дети дорогие, и дом есть, место для жизни. Естественно, он хочет это все поддерживать. Естественно, есть интерес и стимул, любовь к близким. И это энергия его. Любовь к родине, любовь к матери, любовь к Богу, любовь к жене. То есть любовь определяет и, в общем-то, статус его положения, его активность. Женщина, если говорить, непосредственно для мужчины, как раз это очень вдохновение. Если она целомудрена, именно. Если не целомудрена, она источник возбуждения и охлаждения. Потому что это уже вдвойственность. Возбуждение значит, потом охлаждение. То есть вот когда она возбуждает чувства, человек активизируется. Ради этого он может что-то делать, чтобы получить удовольствие от женщины. А когда надоедает женщина, он уже ничего делать не хочет. Вот такие вещи, что человек заводит семью, и какое-то время там есть медовый месяц, как-то эйфория, какое-то счастье, они там планы строят, что-то хотят делать, есть энергия, есть энтузиазм. А потом привыкают, надоедают и ничего не хотят делать. Просто отпускает. Нет энтузиазма. Женщина больше не вдохновляет. Он исчерпал отношения с ней быстро очень. Потому что их отношения нерегулируемые. Вот почему нужны эти писания священные. Для чего они нужны? Потому что там есть регуляция здоровой жизни. Чтобы человек был всегда в нормальном тонусе, в энтузиазме, в здравом еще раз сутки. И к зрелости шел, к мудрости. То есть там не только говорится, как быстро плыть, а говорится, как долго плыть. Да, как до конца доплыть, достичь все-таки. Потому что в шторм можно погибнуть, можно на пробоину наткнуться, на какие-то утесы. То есть есть опасности в этой жизни. Более привлекательные лодки будут проплывать. Да, несомненно, более комфортные можно увидеть. И так далее. Соблазнов очень много. Поэтому есть предписания для каждого уклада жизни, для ученичества, для семейной жизни. Потом после семейной жизни тоже мы должны знать, что делать. И перед смертью тоже должны знать, что делать. То есть это все прописано очень хорошо. Следующий вопрос. Как научиться отдавать любовь, ничего не требуя взамен? Хороший вопрос. А тут именно это должно быть связано с высшей целью жизни. Как есть такой японский стих Хокку? Когда ты его прочитал, мне еще было там лет, наверное, 16. Как ты его и запомнил всю жизнь? Мне понравился его смысл. Хокку – это белые стихи японские. Там нет рифмы. Но это особый стиль. Он построен на неожиданном выводе. Всегда это какое-то удивление. Женский стих. Неожиданный вывод. А, да. В этом смысле. И там в этом стихе, ну там много всяких стихов было. Вот этот я запомнил. По дороге не ссорьтесь. Помогайте друг другу, как братья. Перелетные птицы. То есть вот смысл, да? Потому что мы же всегда имеем проблемы с конфликтами, с разногласиями. Сейчас целая наука конфликтологии появилась вообще, которой раньше никогда не было. Люди прекрасно могли разбираться в этом. Сейчас уже не все могут разбираться в конфликтах. Не знают, как выйти из-под конфликта, как забыть обиды, как простить. Там вообще как? Как? Ничего. Человек не способен сам. А тут в этом стихе как бы дается такая такая вещь сильная, что мы перелетные птицы в этом мире. Которая отрезвляет просто. Что нам не время здесь выяснять вот эти все мелочные отношения жизни, обиды наши. А у нас есть цель. Мы летим. Мы должны знать, куда мы летим. Вот в этом сознании мы можем делать бескорыстные вещи. Осознавая, что жизнь временна, мы уже не станем так заниматься накопительством, допустим. Основная же цельщика – это накопительство. То есть корыстная какая-то жажда приобретения, приобретения и спрятать это, копить это все, закрывать потом. А перелетная птица – это здесь. Ну что, ты все закроешь, ты же полетишь дальше. Время тебя унесет от этого всего. Ты же с собой это не возьмешь. То есть это вот факт такой жизни, который нужно помнить. Поэтому философское мышление помогает нам любить как бы в знании. Не инстинктивно любить вот так вот, а в знании, как правильно любить. Лучше любить бескорыстно. Потому что так обогащается сама душа человека. То есть это, можно сказать, такой… Такой как бы не духовный цинизм, конечно. Мысль такая, что значительно выгоднее любить бескорыстно, чем надолго, на длительную дистанцию. Чем, собственно говоря, любить корыстно, и это не приносит тех портов. Это выгоднее, натурально, если даже по материальным оценкам обсудить, это выгодно. Потому что бескорыстная деятельность, она более плодотворна, чем корыстная деятельность. То, что люди делали из любви и бескорыстно, это и есть самые дорогие шедевры мира. А то, что делали за деньги, это уже другой статус. Мы об этом зачастую не знаем, эти какие-то вещи не нашли до нас, да, получается. Они сквозь века не просочились. Ну, вот, например, из древних культур, то, что сохранилось архитектурное сооружение, это же в основном храм. На что мы сейчас ориентируемся на те шедевры. Это все были какие-то… Я был в Эрмитаже, эпоха Возрождения. Это вот взлет, это был взлет всего человечества, да, западной культуры. На чем она основана? На библейских сюжетах. Это все духовные сюжеты. На жертве вот Иисуса Христа, на жертве его матери. Вот на этом сентименте построены были такие колосы вообще. Это деньгами невозможно сделать. Люди чувствовали это. Видно, что там это есть, этот дух, он был присутствовал. Вот эта мощь пронизывала. Вот это бескорыстное. То есть даже в Эрмитаже, Третьяковской галереи, как данность, да? Да. Существует именно… Как сказал… …бескорыстие людей. Еще Бердеев говорил, русский философ, что человек, который любит природу, красоту природы, это верующий человек. Это связано как бы с духовностью. То есть бескорыстие связано с духовностью. То есть мы это делаем, потому что любим. И нет другой причины. Потому что это моя природа – любить. И мы, если человек, скажем, даже юноша любит девушку, он сразу начинает бескорыстно что-то делать, служить. Автоматически. Хотя вот так вот сказать, что это слуга, он убедится. А он начинает служить. Он начинает и конфеты приносить, там, не знаю, в Зеланевсе исполнять, там, в кино приглашать, там, подарки делать. И он на работе не заставит, что деньги это делает. Да. А тут он бесплатно готов. Пожалуйста. Пока любит. Пока любит. И вот бескорыстие – это как бы сосед любви именно. Поэтому это… К любви все притягивается само по себе, говорит. Если человек любит, если он одарен талантом, он всегда востребован. Он всегда нужен кому-то. Как хороший врач, он всем нужен. Хороший учитель, он всем нужен. А плохой врач никому не нужен. Только плохому учителю. То есть вот эти способности, они определяют успех в нашем обществе. А главная способность – это именно любить.